Друзья, всем привет! Вы оказались на канале Клинельникар в наших буднях и несколько выпусков мы посвятим жизнедеятельности нашего московского филиала. Не буду долго затягивать, перемещаемся в одно пятничное утро. Поехали! Вы на нашем основном канале. Я еще не до конца проснулся. Как видите, в Москве у нас еще темно. Почему же мы встали рано? Сегодня мы закрываем подбор под ключ. Не рано утром мы забираем нашего клиента с аэропорта и, соответственно, едем в автосалон официального дилера Kia забирать Renault Duster. Мы в аэропорту Шереметьево. Мы приехали, сказали клиенту, что подъехали. И тут нам клиент пишет, все, сел. Куда сел, точно не к нам. Куда-то не к тому человеку в машину. Не знаю, может быть, к таксистам или еще куда-то. Его чуть-чуть увезли. Идем забирать. Что хочу интересного-то про машину добавить. Это будет именно тот автомобиль, владелец которого к нему относился не просто как к машине, а к чему-то большему. В общем, сейчас уже приедем на место. Я вам все покажу и сами поймете. Итак, это у нас Renault Duster. Один владелец. ПТС, естественно, оригинал, полный комплект ключей. Все как любят. По дефектам машина не идеальная. Ей 8 лет. У нее притерка на бампере, на юбке бампера. Соответственно, болячка Duster. У всех, у кого были Duster, знаешь, что относительно всей линии кузова арки выпирают. Поэтому на арках образуются сколы. Здесь они есть. Здесь их дедушка подмазал. У нас владелец 55-го года рождения был. Сколы все подмазаны. Duster все на вторичном рынке. Либо с подмазанными сколами, либо с окрашенными арками. Здесь, в мясенком крыле, крепление бампера стоит немного неровно. Резина родная. 2012 года выпуска. При этом шипов еще прям достаточно много. Штамповки или покрасить. Ну или заменить на литые диски. У нас их редко. По салону. О чем я говорил. То, что человек относился к машине как к чему-то большему, если можно так сказать. Duster все зачуханные. Если искали Duster, то вы, наверное, знаете. Но здесь машину особо не готовили. У нее чистейший ковролин. Просто как новый. Чехлы под цвет кузова. Все аккуратно, хорошо натянут. Далее руль у нас не стер от слова совсем. Хотя пробега у нас 100 тысяч километров. По комплектации это 1.6. Полный привод механика. К4М мотор. Соответственно, передние стеклоподъемники. Обогревы передних сидений. Туманки у нас только задние. Управление музыкой на руле. Магнитола стоит нештатная. С камеры заднего вида. И бортовой компьютер. Электрика полностью работает. Стоят нештатные парктроники. При этом выведены на такую наштатную кнопочку, чтобы их выключать. Кондиционер работает. Обогрев заднего стекла работает. Ну, в общем, Duster прям очень хороший. Из стекол все родное, кроме лобового. Лобовое изменено. Оно прям стоит свеженькое. Но зато оно без сколов, без трещин. Нет пескоструйно. То есть выглядит шикарно. Есть подготовка в плане защиты от угона. Хорошая сигнализация. И несколько механических защит. Очень интересный бортовой компьютер. Хотела вам его показать. Можно забить, когда менять различные регламентные вещи. Там ремень ГРМ, масло в коробке. И самое интересное, что сюда забивается оплата ОСАГО даже. Когда первый раз селью завели, она сказала, что вам необходимо оплатить полис ОСАГО. Обязательно покупайте. Вещь достаточно интересная дополняет, соответственно, салон. Машина проходила все у дилера. До настоящего пробега последняя ТОшка 104,5. Сейчас у нас пробег 108. Каждые 15 тысяч на дилере проходили ТОшки. Посмотрите, в плане износа руль просто как новый. Да, у него есть затертости. На ребрах затертости виднеются. Но в общем и целом вся текстура руля. У кого реношки были, тот знает, что у них текстура статирается достаточно быстро. Шестиступенчатая механика. С 1,6 у нас шестиступка на полном приводе. Педалька у нас не стертая. Все чистенько, аккуратно. Хорошее оснащение. В общем, тачка огонь. Клеим нашу наклеечку. Автомобиль у нас отправляется в Уфу. Мы перемещаемся в утро следующего дня. Что сейчас произошло? У нас сейчас в поиске есть Kia Seed второго поколения в универсале на автомате в рестайлинге до миллиона рублей. Если вы откроете рынок, в эти деньги найти хорошую комплектацию достаточно тяжело. Но тут выскакивает комплектация премиум. У официального дилера Kia автомобиль сдан в салон. Начинается дикий ажиотаж. Артем успевает позвонить в салон первым. Один час машина провисела, потому что она сразу забронирована под нас. Артем едет туда, смотрит, бронирует под клиента. Одновременно три подборщика ей интересуются. Спрос на машину дикий. Клиенту машина нравится. Машина достойная по состоянию. Поэтому сейчас едем туда перепроверять. И если все окей, то завтра будет сделка. Поехали. Так, мы первый у автомобиля. Расскажешь на камеру и вкратце ситуацию или нет? Был хороший ажиотаж? Да, один подборщик. И я его в подсечку, второй, и я ему в один с переворотом. Тех раскидал, забрал. Не, на самом деле, да, серьезный был прям ажиотаж на этот сит. Потому что, сами видите, эта комплектация у нас премиум. С коричневыми кожаными вставками. Плюс в дверях вставки. Здесь штатная навигация, ESP, парктроники в круг. Замок на коробку, климат, круиз-контроль, лепестки. Это у нас второй комплект колес. Литье с машиной отдают только за деньги. Потому что на машину, повторюсь, огромный ажиотаж. Липучка с огромным остатком. Вот выпуска 2017, как и на автомобиль. В обороте 2016 года есть скол. Трещин не вижу. Видно, что на машине все-таки пробег. Такой достаточно немаленький за три года. Потому что, видно, у нас есть царапины, палат. Ее или мыли чем-то таким, тряпками, какими-то грязными. Паутинки очень много. Начинаем проверять лакокрасочное покрытие. Проходим с толщиномером по каждому элементу. Также смотрим все крепления. Год выпуска ремня осмотрим. Всех ремней в круг обязательно. Практически пролезают. Так, айфон пролезает. Здесь айфон. Даже пол айфона пролезает. То есть там больше 100%. Тут половина айфона, там весь айфон. Выходит, ах, битый. Немного с клиентами приходится иногда общаться по поводу зазоров. Многие думают, что вот если здесь, ну сколько, допустим, здесь сантиметр. Здесь у нас зазор миллиметров 6-7. О чем это говорит? В случае с бюджетными автомобилями это говорит ни о чем. Смотрим болты. Понятно, что здесь петля приклепана. То есть, естественно, если ее снимать, будут следы. Здесь у нас на болтах следов нет. С этой стороны аналогично. Следов нет. Как аккуратно ты снимай, не снимай. Все равно на таких окрашенных болтах след будет. Покрышка идет заводской. Она не окрашена ни снутри, ни снаружи. И не снимался даже замок. Обшивка сидит ровно. А краса по задней части нет. Ни бампер не снимался. Ничего. Айфоном мерит зазор. Проверяем маркировочные таблички. Следы от старых табличек. Далее винт в полу. Как нанесен шрифт. Не только сверяйте цифры, но и смотрите на сами буквы. И на сами символы. Например, если вы видите одинаково повторяющиеся символы. Например, единичка. Здесь единичка. Здесь единичка. Смотрите, чтобы эти единички между собой были одинаковые совершенно. Общий наклон всего виномера должен быть ровный. Следы съема сидений. Есть ли они? Смотрим. Следы съема пластика. Также не забываем, что это у нас кореец. Поэтому виномера у нас два. Идем под капот. Сверяем второй виномер на правом лонжероне. Вот он у нас. Смотрим вместо стыка лонжерона и моторного щита. Обязательно сверяем номер двигателя. У корейцев он чаще всего на стыке с коробкой, за исключением дизелей. Под дроссельной заслонкой. Прямо вот здесь. Он виден очень и очень легко. Входку болячки G4FG, да и вообще всего семейства моторов гамма. Это у нас передняя крышка. В районе натяжителя, вот здесь вот в районе болтов, на которые свечу, подтекает масло. Здесь же у нас абсолютно сухо. Смотрим уровни жидкостей. При наличии пробки на радиатор всегда смотрим антифриз, в том числе там. Чтобы здесь не было следов масла. Ну и уровень в самом бачке. Если есть доступ, то смотрим чистоту. Здесь, естественно, не углядит чистоту антифриза. Смотрим здесь. Всегда открывайте здесь, потому что бывает, что бачок могут поменять, систему охлаждения промыть и следы масла здесь можно будет увидеть. Герметик по стыку мотора коробки заводской. Розовый, вот такой он в руке всегда. Рейка сухая. Кстати, бывает, что редко, но встречается. Вот некоторые, я себе смотрю, и на рейечке, несмотря на то, что оно у нас электро, не гидро, то на рейечке мокрые следы иногда встречаются. Здесь боковина, обе непромяты. Порожек здесь вот затерт. Этот порожек не затерт. Смотрим педали. Голок педали не затерт. Руль не перешелся. Кожа родная, киевская. Ручка ТПП. Все кнопки, кстати, по поводу износа стойкости седов, хочу парников сказать. У меня же был сид. Владел я им не так долго, там, порядка, чуть меньше года. И у меня всегда телефон на держателе висел. Тыкал сюда зарядку, и телефон заряжался всегда. И проводок болтался. Вот здесь вот, ну вот так вот лежал на этих кнопках, грубо говоря. И вот за 9 месяцев, получается, езды, потихонечку эта кнопка терлась. И к 9 месяцам вот эти кнопки в нем уже потихонечку так начинали стираться до белого. Качество, конечно, материалов у киев не самое лучшее. У нас здесь датчики света, датчики дождя. Естественно, 4 стеклоподъемника, складывание зеркал автоматическое. То есть можно при закрытии автомобиля все будет складываться. Вставки глянцевого пластика здесь и здесь. Отключение парктроников, автомат, лепестки под автомат, Bluetooth, круиз-контроль, штатная навигация с камеры заднего вида, ESP, подогрева сидений, климат. Здесь уже система GLONASS и самое главное, что это у нас универсал. Салончик чистенький, не затертый. Смотрим сзади остаток резины, как она снашивается равномерно или неравномерно. Задние отбойники, не крутились ли. Диски, тормозные колодки. Я их надеюсь, все-таки нам удастся по хорошей цене забрать у дилера комплект второй литья, потому что литье в этой комплектации очень красивое. Потолок у нас чистенький, без дыр, без повреждений. Стоимость автомобиля 985 за 2017 год одного владельца и полностью родную краску. Стоит отметить, что многим сейчас может показаться, что это дорого, но нет. Вы можете зайти на сайты, это совершенно недорого. Это такая средняя цена, можно сказать, что это даже повезло. Так, в гримзоне начинаем осмотр ходовой. Подъемники посмотрели, идем, соответственно, на улицу. Сейчас будем смотреть эндоскопом. Сотрудники салона пошли навстречу, выгоняют на улицу по понятным причинам. Сейчас будем проверять силиндропоршневую группу. Свечи у нас под замену. Наверное, само состояние на электродах хорошее, без нагара. Достаем наше любимое оборудование. Сейчас будем эндоскопить. Рассматриваем силиндропоршневую группу. Это у нас четвертый. Обычно у нас третьим самый-самый плохой. Четвертый вообще в идеале ни одной риски практически нет. Камера заднего вида. Навигация. Причем прям, ну, не уродская. Наверное, уродская. Проверяем электрику, проводим тест-драйв. На этом проверка закончена. У нас в памяти была ошибка по системе GLONASS. Сейчас будем ее проверять. Так, друзья, заключение. Показали вам два автомобиля, которые забрали в рамках подбора под ключ в Москве. Хочу здесь немножко поразмышлять. Для чего вообще люди пользуются услугами автоподборов? Первое – это проверки автомобиля. Есть люди, которые обладают недостаточными знаниями для того, чтобы проверить автомобиль качественно. Чтобы осмотреть кузов, основные узлы, агрегаты, подвеску и так далее. Второй момент – это удобство. Можно заниматься своими делами. В то же время кто-то за тебя ищет машину. Ты на это время не тратишь. И третий момент. В данном случае сыграл ключевую роль – это именно мобильность, время реакции. Если какой-то человек разбирается в автомобиле, он сможет для себя хорошо проверить машину. Я сейчас считаю, что на популярной позиции, на масс-маркет весь, не сможет себя найти. Ну, или это будет очень тяжело найти себе автомобиль, потому что он просто не успеет до него доехать. В данном случае играло ключевую роль время. И это прям было в пределах часа. Машина выскочила. Тема ее смог забронировать устно, а это не всегда получается. Через 40 минут он уже был на месте. Мы были первые, кто позвонил, первые, кто приехал. Я не говорю сейчас, что мы самый лучший подбор. Я уверен, что когда-то бывают моменты, когда другие подборщики приезжают быстрее, чем мы. Потому что здесь дело случая, кто ближе оказался, кто успел быстрее просмотреть объявление. Я к другому. Я к тому, что будь я офисным работником, да, и сам я бы искал себе сид, я бы не нашел себе сид в Москве, потому что я бы не успел просто до него доехать. Когда приехал Тёма, одновременно с ним 4 подборщика хотели его забрать для своего клиента и хотя бы посмотреть. Поскольку мы приехали первые, то, соответственно, приоритет в данном случае был нам. Я сейчас уверен, что если у вас есть миллион рублей, и вы хотите, допустим, KS-Seed еще и в такой комплектации, как у нас, и чтобы он был на автомате, универсал, то просто такую машину без подборщика просто самому справиться очень сложно. Будем мы дальше снимать для вас видео. Ждите следующий выпуск в следующий понедельник. На этом все. Всем пока.